Конец осени и начало зимы уже преподнесли жителям региона немало погодных сюрпризов. Выпавший снег, а затем и установившиеся низкие температуры делают передвижения на автомобиле на дальние расстояния небезопасными, особенно если машина технически неисправна. Люди сейчас стали более сильнее относиться к оповещению. Это первое время, когда люди не обращали внимания, выезжали. Сейчас уже многие опытом получили опыт от этого. В дороге постояли, померзли другие. Кто-то все равно старается выскочить, побыстрее доехать. Кто рядом живет, думаю, это ось пронесет. Если в дорогу вы все-таки собираетесь, позаботьтесь о наборе минимум для своего авто. Наверняка лопата и трос лежат у каждого автолюбителя. Но есть и другие необходимые вещи, которые могут вам помочь не замерзнуть в ожидании помощи. Обязательно хотя бы простые свечи и спички. Потому что дороги можете просто банально соматься, у вас порнется ремень ГРМ. И все, машина не на ходу. В данной ситуации вам лучше встать машиной со стороны. То есть, чтобы ветер вам дул в спину, чтобы двигатель не так сильно оставал, чтобы вы могли хоть чуть-чуть еще согреть салон при помощи остальной температуры антифриза. Это слово, не важно, что залито. Также с собой теплые вещи всегда должны быть. Одеяло в багажнике должно лежать. То есть, вы укутались, пока вы набрали вызов. Набрали либо спасателям, либо друзьям, кто рядом может подъехать, забрать вас. Чтобы за это время вы не замерзли. Просто-напросто. Еще один совет от спасателей – постараться как можно точнее в телефонном звонке озвучить ваше местонахождение. То есть, указать направление, в котором вы ехали, какой населенный пункт есть рядом. Может быть, даже вблизи от вас есть указатели километража. Это позволит найти вас гораздо быстрее. Чудесные случаи спасения, конечно, бывают, но рисковать не стоит, говорят спасатели. Не разу были случаи, выезжали, искали человека уже двое суток, думали, что он уже замерз или потерялся. Находились живым. И спасали его, что именно? Это теплые вещи, валенки. Ну, как люди из деревни, они как-то более ответственные к этому относятся, нежели наших городских людей, брат. То есть, они думают, что в кроссовках летних можно кататься на машинах зимы. Но самый главный, хоть и банальный, зато действенный совет – любую непогоду, будь то мороз или сильная метель, лучше переждать дома, не подвергая свою жизнь опасности. Дярах Мечин, Яна Гала, РТН.